6 класс, 27 серия. Решение задач. Задача первая. Дано двузначное число. Число его единиц на 2 меньше числа десятков. Произведение этого числа на число, записанное теми же цифрами, но в обратном порядке. 403. Найдите это число. Мы обозначим это число за АВ, где А десятков, В единиц. Число единиц на 2 меньше числа десятков. Значит, к В надо прибавить 2, и тогда получится А. Так, произведение вот этого числа на число, записанное теми же цифрами, но в обратном порядке. 403. Так, поскольку произведение 403 перемножаются двузначные числа, значит, число десятков у одного из множителей равно единице. Так как В меньше, чем А, В – один. Итак, вместо В можно записать один. Если В один, А три, значит, перемножаются числа 31 и 13. Значение их произведения 403. Значит, надо назвать число АВ. Значит, это число 31. Задача вторая. Сколько всего четырехзначных чисел, у которых все цифры четные и которые делятся на 5? Четные цифры 0, 2, 4, 6, 8. Пять четных цифр. На первом месте у четырехзначного числа может быть любая четная, кроме нуля. Значит, четыре возможности для записи первой цифры. На втором – любая из пяти. На третьем – любая из пяти. То есть пять возможностей. И здесь тоже пять возможностей. А вот последняя цифра только 0, потому что это должна быть четная цифра, и число должно делиться на 5. Значит, здесь только 0. Одна возможность. Перемножая возможности постановки каждой цифры, получаем ответ. 100 таких чисел. Задача третья. Свитер стоил 300 рублей. Цена последовательно повышалась в два раза на 20%. Какой стала цена свитера после второго повышения? Итак, сначала свитер стоил 300 рублей. Затем повышение на 20%. То есть 300 надо умножить на 0,20. Процент – это сотая часть. 0,20 или 0,2. И получится стоимость после первого повышения – 360. А затем второе повышение – 360 плюс еще 20% от 360. После второго повышения – 432 рубля. Таков ответ. Задача четвертая. В коробке находятся 5 красных, 6 зеленых и 7 белых шаров. Какое минимальное число шаров надо взять, чтобы среди них обязательно оказалось 3 шара разного цвета? То есть, чтобы был обязательно красный, зеленый, белый. Что будет в наихудшем случае? В наихудшем случае будут взяты вот те шары, которых больше всего. Вот 7 белых. Они будут взяты все. Затем 6 зеленых. Вот уже взято 13 шаров, а среди них нет красного. Вот это будет в наихудшем случае. Но зато потом достаточно взять один шар. Он обязательно будет красным, потому что других уже не осталось в коробке. И получится, значит, всего 14. Это то минимальное число, при котором обязательно будет 3 шара разного цвета. Задача пятая. Расстояние между пристанями от А до В. Теплоход по течению проходит за 6 часов, а против течения за 7 часов. За сколько часов проплывет по течению это расстояние плод? Плод плывет со скоростью течения реки. Обозначим расстояние от А до В за х. Х километров. Х километров, если разделить на 6 часов, получится скорость теплохода по течению. Так, х делить на 7 – это скорость теплохода против течения. Значение разности вот этих скоростей – это удвоенная скорость течения реки. Так, и получится х делить на 84. Это скорость течения реки. Если разделить на 2, как раз и получится скорость течения реки. Плод плывет со скоростью течения реки. И расстояние х километров с такой скоростью, он пройдет за 84 часа. Ответ – 84 часа. Продолжение следует... Продолжение следует...